Бум! Вот же хрень какая получается. Совсем недавно я узнал об этом. Чисто случайно, не помню, как я это узнал. Ну, сейчас по порядку попытаюсь объяснить. Здравствуйте, друзья! Ни для кого не секрет, китайский рынок. Что такое китайский рынок? Напомню, если кто-то еще не помнит, что огромное количество производства мировых держав по всему миру производится в Китае из дешевой рабочей силы, из ряда еще каких-то преференций. И серьезные производители уже много-много лет выпускают свою продукцию на китайских заводах. То есть китайцы они разные, даже как и все люди. И нельзя сказать, что они криворукие, как бы кто не хотел. Я всегда критически относился к китайским продуктам, но всегда с оговоркой. Есть официальный промышленный Китай, который я в тех или иных аспектах профессиональной деятельности использовал и всегда видел только высокое качество. Соответственно, и цена. Ну, цена еще регламентируется внутренним рынком, в данном случае нашим отечественным рынком. Регламент по цене даже на китайские промышленные товары бывает разный в зависимости с отечественным аспектом, курсом доллара и всего такого. Тем более сейчас кризисные цены вообще здорово ударили и люди стали смотреть в сторону Китая. Давно уже кто-то. Так вот, оказывается, и соответственно, я тоже студирую в Алиэкспресс товары. Очень серьезно студирую. У меня привычка, если я начинаю чем-то интересоваться, то я начинаю рыть настолько глубоко. Нет, не очень глубоко. До центра земли не докапываюсь, потому что есть какие-то вещи, там, нюансы нанотехнологичные, которые, я считаю, что не нужны, и засирать мозги вам тоже этим не станут. Но до определенного предела я начинаю рыть. И, соответственно, рыл-рыл-рыл-рыл по рыбалке, катушки, удилища, ну, приманки. Кое-что я уже там заказывал, там еще для чего-то другого заказывал у китайцев. Есть откровенное говно, соответственно, это и в цену упирается. Есть вещи, которые соответствуют своей цене, и если бы они продавались у нас, то цена, как минимум, была бы в два раза и равнялась бы известным, там, грубо говоря, европейским или японским, там, или еще каким-то стандартам. Так вот, совсем недавно я узнал, что фирма Касткинг – это не китайская фирма, потому что, если у кого-то не в рост, и кто-то будет продолжать говорить, что это все равно Китай, ну, тогда давайте назовем айфон китайским, шиманы-даевы, которые делаются, собираются в Тайване, в Малайзии, другие там рыболовные снасти, в Корее назовем китайско-малайзийско-корейскими, тогда будем называть, но это же не так. Нет. Официальные подконтрольные предприятия. Фирма Касткинг, чем меня заинтересовало? Она отличалась, во-первых, для меня отличалась каким-то дизайном, во-вторых, я стал замечать у американцев эту продукцию. Ну, погуглить несложно и найти, что эта фирма зарегистрирована в 2013 году и в 2014 уже происходит выпуск продукции официально на китайских мощностях. Цена низкая на продукцию потому, что они выбрали такую стандартную интересную позицию, которая обходит дилеров, дистрибьюторов, посредников, все такое, все, что дает накрутку по цене. Прямая торговля через интернет. И тем самым привлекая. Фирма свежая достаточно, но привлечь-то надо как-то к себе. И у этих дуболомов-американцев вот эти снасти, которые многие из вас знают, что они как бы очень жестко относятся к рыболовным снастям. Снасти отличаются от изысканных японских снастей, но при этом американцы отлично ловят баса и спортсмены, используя более дешевые снасти. Вы скажете, ну, спонсора дает, ну, извините, спонсоры могут дать все, что угодно. И если снасть говняная, то есть ей ловить в спортивных соревнованиях тяжеловато. Сами американцы, они считают каждый доллар то же самое. Для них палка в районе до 50 долларов и катушка. Это прям самое то, что надо. И вот фирма Касткинг за последние там, насколько я успел, последние 2-3 года здорово изменилась. У них поменялось многое. Что там? осталось, что-то изменилось. Непосредственно я сейчас говорю про палки и катушки. Применялся дизайн, улучшилось качество, огромное количество обзоров. Да, рекламируют в основном люди, работающие на Касткинг. Конечно, они будут говорить положительное. Отзывы в большинстве своем на Али это непрофессиональных, даже, так скажем, малоспособных рыбаков, насколько я успел проштудировать. Но, тем не менее, если посмотреть и у кого-то из вас есть эти снасти. Писцефан, еще какие-то китайцы. Американцы любят, кстати, фирму Писцефан. Используют ее в своих жестких условиях. И понятно, какие-то там косячки, еще чего-то. Но вот именно вот этот вот сегмент непосредственно, я сейчас говорю про фирму Касткинг, ориентирован очень серьезно на серьезных рыболовов, на серьезные рыболовные условия. У них есть как бы ток, есть средний ценовой диапазон и есть, грубо говоря, там бюджет, рассчитанный на всех. Причем потребитель желает получить во всевозможных обзорах, в интервью, катушки и палки дешевле 50 долларов, но при этом, чтобы было качество. Скажется, именно это дать. Минуя вот эти вот все маркетинговые ходы, цена получается приемлемая, а качество зачастую выше этой цены. Поэтому я вступаю в команду Касткинг. Еще раз повторю, давно наблюдал за этой фирмой, думал, что она китайская, работающая на американский рынок. На самом деле нет. Это чистой воды американская фирма, с самого начала выпускающая на китайских мощностях продукцию. Чисто такой американский сдержанный дизайн, хотя по катушкам мы видели цветные цвета. Это тоже американская фишка. Различные цвета рам самих катушек непосредственно. Это вот такая фишка попугайная, такая. Американцы любят все такое яркое, но у них своя тенденция на этот счет даже. Даже удобно в лодке, когда у вас катушка там красного, голубого, там черного цвета, с разным передачным числом, хапнуть ее не глядя и зная, что там за приманка стоит. Это удобно, в некотором смысле. Поэтому, как бы вам сказать, что меня давно больше интересовали, так как я занимался крэнкингом, чисто американские снасти. Потому что вообще все по ловле баса вышло оттуда. Японцы, они сами по себе мелкие, более изящные. Соответственно, продукция последних времен, особенно катушек, она очень такая, я когда держу в руках, я ЖТО занимался много, держу в руках японские катушки. Да, они исключительные, топового сегмента GDM, которые уровня, изготовлены в Японии, с невероятно легким ходом, никаких претензий, но к концу сезона эта катушка превращается уже в рычащее говно, как и все остальное. Уже нету, многие из вас знают, уже нету того качества, тех мощных, но более тяжелых катушек, которые были раньше. С палками все по-другому. Японские палки, они более жесткие, более легкие, хотя у них есть чисто американизированные палки такие. Все-таки японцы, они у американцев передирают, любят прямо передрать что-то такое, там кренковые палки, они композитные, обязательно с применением стекла будут там все такое. По катушкам все как-то у японцев по-японски. И чисто вот этот фетиш, который у нас присутствует, поймите меня правильно, да, у меня нет денег купить себе Риогу, например, Дайву. Ну, Шиманы я не очень люблю, или там топовый обушный какой-нибудь новый вариант по катушкам. Откладывать, это идиотизм в моем понимании, чтобы потом заниматься идолопоклонничеством с этой катушкой, носиться с этой палкой дурацкой. К тому же я не задрот, у меня как бы, я и могу более тяжелыми там палками работать нормально. И у меня вот этот вот фетиш, вот этот вот, как-то начал я склоняться на эти там шпульки полегче, еще чего-то. Но видя вокруг себя людей, которые вот этим вот фанатеют, меня это немножечко отталкивало в обратную сторону. Снасть очень важна, и мне нравится красивый дизайн, и японцы умеют это делать здорово. Но вот это изящество, оно какое-то мне показалось передозное, и на сегодняшний день оно еще более утонченное. Начинается такое, и шпульки уже мелкие, и все такое прям вот, и ручки японские, они какие-то на палках очень мелкие, там для моих рук. Все такое какое-то, японцев я не люблю вообще. Поэтому, может быть, и все это в одну кучу подтолкнуло меня к американским снастям. Но найти их в американских магазинах можно, но дороговато получается. И вот Алиэкспресс открыла для меня именно вот эту вот американскую фирму Каскинг, которая, естественно, уже приобрела, в моем понимании, более приемлемый для меня интерес, при котором я могу купить эти снасти, попользовать, пока только начинаю с палок. Если вы знаете, у японцев, ой, у китайцев есть такой завод, Кайорим или Киорим. Очень мощный завод, невероятно технологичное оборудование, катушки, палки. Кстати, катушки появились, Киорим, вот эти вот, не так давно, я так понимаю, цена. И что значит о цене? У нас большинство рыбаков покупает в районе 2-3 тысяч, но это не то, надо брать выше. Тогда вы получите нечто более интересное в районе 6 тысяч. Все, что выше, там уже будет передоз по фурнитуре, еще чего-то, еще чего-то. Но вот в районе 6 тысяч катушки и палки у китайцев любой фирмы, включая Каскинг, это, на мой взгляд, насколько я успел это все проштудировать, посмотреть кучу анонсов, потрогать у людей, которые приносили мне на ТО катушки и понять, что именно вкладывается вот в этот ценовой диапазон. Это нечто иное. Не надо гоняться за полутора тысячными, за двухтысячными снастями. Лучше, конечно, вот здесь вот, это небольшая цена в районе 6 тысяч взять и попробовать и ощутить разницу, если вы что-то в этом еще понимаете. Вот такое вступление для себя. Я открыл вот эту вот нишу и постараюсь ее постепенно вам в своих обзорах выкладывать. Спасибо за внимание.